Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Диалоги» в студии Артём Поттер. И сегодня у нас в гостях глава администрации Колпинского района Дмитрий Кобицкий. Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте! Здравствуйте всем! Здравствуйте! Главное событие сентября – это, безусловно, два юбилея. Колпинскому району исполнилось 75 лет, «Металлстрой» исполнилось 80. Под юбилей у нас как-то традиционно решают многие наболевшие вопросы, в том числе вот в сентябре наконец-то закончился долгожданный ремонт бассейна «Сокое журец». Какие еще события праздничного сентября вам бы хотелось отметить? Действительно, этот год урожайный на праздники. Мы отметили 75-летний юбилей нашего района, 80-летний «Металлстрой», как вы правильно сказали. Праздники, как мне кажется, получились очень интересные для населения. Такая радостная была атмосфера создана, концертные программы, выступления, наше традиционное праздничное шествие, которое в этом году было совершенно в другом формате выполнено. И я надеюсь, что жителям понравилось, как мы все это сделали. Тем более, что они сами многие вещи делали своими руками и сами же в нем и принимали участие. Что касается тех мероприятий, которые удалось сделать до дня рождения нашего района, конечно, в первую очередь, как вы правильно сказали, это долгожданный ввод в эксплуатацию бассейна «Сокое журец». Мы его 3 сентября получили от строителей в строительной готовности. Сейчас специалистами «Сокое журец» он доводится, как говорится, до ума, фильтруется вода, чистится вода, нагревается. Мы вчера пригласили специально родителей тех детей, которые будут заниматься там, чтобы они своими, так сказать, глазами убедились, что строители оттуда фактически уже ушли. Там белочи только какие-то дорабатывают. И мы планируем 5 октября, как мы обещали, что через месяц среда, хороший такой день, среда маленькая пятница, планируем 5 октября уже после, так сказать, ввода его в эксплуатацию запустить, с тем, чтобы уже с 5 октября начались полноценные занятия, тренировки в этом бассейне. Ну и, как мне показалось, что очень хорошо строители поработали, качественно. И надеюсь, что тот труд, который они вложили, надолго сохранится. И это большая радость для нас. С учетом такого действительно долгого ремонта, и, насколько я понимаю, там было сделано уже все, что можно. То есть уже все недостатки были ликвидированы. И, в принципе, мы видели, каким он стал с вами тогда в сентябре на экскурсии небольшой. По-моему, все отлично. Будем надеяться. Сейчас посмотрим, как он будет в эксплуатации. Надеюсь, что все будет хорошо. Что еще хотелось отметить, это участие в жизни нашего района основного акционера из жорских заводов «Газпромбанка», который вложил порядка 150 миллионов рублей в реконструкцию здания бывшего четырехзального, а теперь шестизального скультурно-здоровительного комплекса «Сокор и Жорец» на Тверской, 25. Поменяв там все. И инженерные сети, коммуникации, вентиляцию, пристроив дополнительные залы, сделав полноценные раздевалки, душевые, теперь совершенно другой по качеству комфортности получился комплекс. И я очень надеюсь, что люди это оценят. И, в первую очередь, дети, которые там занимаются. А количество пропускной увеличилось. Если до его реконструкции порядка 1800 человек могли заниматься в этом комплексе, то сейчас уже до 3000 человек в месяц могут там заниматься. Задача, конечно, сохранять сделанное. И очень надеемся, что новых достижений, новых результатов спортсмены, занимающиеся там, будут достигать. Еще один объект, который сделан уже фактически по средствам участия в нем «Газпромбанка», это «Картодром». Фактически полностью реконструировано здание, в котором находятся ремонтные боксы, в котором находятся учебные классы, там комната для ожидания, потому что родители привозят своих детей на занятия, надо где-то, как говорится, побыть в ожидании. Все будет предусмотрено для этих целей. Опять же таки, меняли все. Все инженерные сети, наружные, внутренние, коммуникации. Мы полностью отреставрировали, отреставрировали саму трассу «Картодрома» и сделали уже фактически заканчиваемое благоустройство вокруг территории. В следующем году планируем на прилегающей территории «Картодрому» запустить еще и трассу «Мотокросса», потому что очень большой интерес к этому виду спорта, и мы надеемся, что удастся нам в том числе этот вид спорта развивать в нашем районе. Это такие глобальные вещи, которые явились подарком нашим жителям именно к 75-летию. Дмитрий Аркадьевич, политика городского правительства последних лет дает основания предполагать о том, что Колпино скоро станет промышленным сердцем Петербурга, потому что выводится с центра города, с таких старых мест, и электросила, и Ленинградский металлический завод к нам. Как реализуются эти проекты сейчас? Мне кажется, что уже на сегодняшний день Колпинский район является исключительно сердцем промышленности всего Санкт-Петербурга, а может быть и даже северо-западного региона. Потому что действительно, как вы правильно заметили, крупнейшие инвестиционные проекты, как мы их называем стратегические, пришли в наш район. И это силовые машины, которые на двух территориях промзоны металлостроя, в промзоне межорских заводов реализуют свой инвестиционный проект. Это практически 160 гектаров земли будет занято под строительство их новых предприятий. Будем надеяться, что это позволит им вывести с центральной части города свои предприятия, электросилу, как вы сказали, и ЛМЗ. И самое главное, что сейчас эти строящиеся предприятия, они уже совершенно других требований достигают в части экологии, в части нормативов по безопасности. Мы очень надеемся, что строя их, уже не будет нарушаться экология нашего района. Второй момент, это все, что касается деятельности Северстали, который также реализует здесь стратегический инвестиционный проект, и Магнитогорского металлогического комбината, который в промзоне межорских заводов реализует свои проекты. Это огромные инвестиции, это десятки миллиардов рублей и новые, естественно, рабочие места. По нашим, так сказать, скромным подсчетам, где-то от 7 до 10 тысяч новых рабочих мест. Понятное дело, что это очень важно для нас, и на сегодняшний день Колбинский район практически не испытывает потребности в рабочих местах. Если в других районах такая потребность есть, пока еще безработица, то в нашем районе всегда и всем можно найти работу. Мы очень надеемся, что эти реализуемые проекты будут реализованы очень быстро, потому что затягивать их нельзя, несмотря на то, что международный финансовый кризис многих подкосил. Но, тем не менее, работы ведутся, мы следим, как они ведутся, все в графике, и мы надеемся, что уже буквально через год-два эти предприятия заживут своей новой жизнью. Да, мы тоже будем надеяться, тем более, что силовые машины предполагали в металлстрое провести еще инфраструктуру, развить хорошо, то есть, так сказать, для своих рабочих подготовить, и необходимые, что называется, и детские сады, вроде у них там были в планах, и какие-то учреждения здравоохранения они предполагали, и дороги. Остаются дороги у нас больным вопросом, Дмитрий Аркадьевич? Ну, дороги действительно больный вопрос. Мы уже неоднократно говорили о том, что в апреле этого года было проведено, при участии нашего губернатора Валентина Ивановна Матвиенко, совещание, на котором отдельно рассматривались проблемы транспортной инфраструктуры нашего района, ну, и отчасти Невского района, и было принято очень много таких значимых для нас решений. В частности, специально в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры создана была рабочая группа, в которую вошли в том числе и представители нашего района. Были приняты конкретные решения, что именно и как в ближайшие годы должно быть построено, чтобы обеспечить нормальный транзит как для легкового транспорта, так и особенно для грузового транспорта, с тем, чтобы освободить жилые застройки от их влияния. И мы себе на сегодняшний день представляем, что нужно сделать. В частности, расширение Петрозводского шоссе до четырех полос, Колпинского шоссе до четырех полос, пробивка Софийской до Обороны, туда дальше с выходом на лагерное шоссе. И в то же время пробивка Софийской улицы вдоль промзоны Металлострой до Петрозаводского шоссе, строительство фактически Финляндской улицы. Все эти мероприятия, которые однозначно сделают картину с транспортной доступностью нашего района лучше и проще будет жить людям, которые прочувствуют отсутствие большого грузового транспорта. Ну, надеемся, и пробок в том числе. Один из больных вопросов к нам постоянно тоже жители по этому поводу обращаются. Это, конечно, как раз утреннее движение по дворам, особенно на проспекте Ленина. То есть постоянно звонят, что просто люди объезжают стоящий проспект, выезжают на Фидерную. Конечно, я надеюсь, тоже этот вопрос уйдет. Мы пытаемся ограничить движение во дворах тем или иным способом, но не всегда это возможно, потому что людям, проживающим в этих дворах, тоже надо как-то выезжать из них. Но я надеюсь, что те меры, которые нами будут приниматься в ближайшие годы, они и позволят эту проблему убрать. Валентина Ивановна еще, будучи губернатором Петербурга, в свое время много говорила о скоростном трамвае, который должен соединить вот такие удаленные пригороды с городом. Этот проект, он как... Да, он уже нашел свое отражение в постановлении правительства, и мы надеемся, что в следующий год это проектирование, и с 2013 года начнется строительство в рамках, опять же, реконструкции Петрозаводского шоссе. Это строительство этой ветки от метро Рыбацкая до Колпина, и от Купчина, соответственно, тоже сюда, в Колпина, что позволит, в общем-то, транспортную доступность, общественным транспортным улучшить. То есть предполагается строительство двух веток? Да, предполагается двух. Мы, конечно, в первую очередь настаиваем на то, чтобы началось все строительство именно с ветки от Рыбацкого до Колпина. Вот это важнее на сегодняшний день. Да, с учетом того, что Петрозаводское шоссе, конечно, по своей пропускной способности, Софийское плюс Московское шоссе, ну никак. Федеральная трасса, транзитная трасса, которая забита, по-моему, в любое время дня и ночи, и невзирая на выходные, не выходные, четыре полосы в каждую сторону реально ее разгрузят. Дмитрий Аркадьевич, ну вот по срокам, то есть в следующем году 290 лет Ижорскому заводу, городу Колпина, 100 лет статусу города Колпина, да, под такие аж три праздничных даты, может быть, какие дороги мы успеют нам построить, как вы думаете? Не готов сказать, но на этих датах мы не заканчиваем празднование. У нас еще в следующем году 300 лет Петрославянки, у нас 300 лет с начала размещения саперной роты в Пантонном и многие другие даты еще, которые можно перечислять. По дорогам, конечно, хотелось бы, чтобы в первую очередь закончили следующим годом все проектирование, которое только сейчас ведется, и, может быть, какие-то объекты уже начнут строить. Самое простое, конечно, построить, по нашему мнению, Финляндскую, для того, чтобы обеспечить некий транзит, и после того, как грузовой транспорт уйдет на Финляндскую, можно ставить на реконструкцию Колпинское шоссе, чтобы безболезненно этот процесс пошел. Но, в целом, я думаю, что начнется уже должным образом строительство продолжения Софийской, от так называемой ватрушки до заводского, и мы надеемся, что также будет продолжено строительство, которое уже началось, Софийской до промзоны металлострой. В связи с развитием промышленности возникает и следующий вопрос. Жилищное строительство в районе, который практически с 2009 года именно как-то, ну, было заморожено серьезно, ну, кризис. Как с этим у нас дела обстоят? Будут ли какие-то сейчас новые стройки? Если будут, то где? Ну, вы знаете, что у нас два квартала будут подвергаться реновации. Мы много об этом говорили, сейчас углубляться не будем. Я просто хотел сказать, что в одном случае это, так как загородное совсем недалеко, это миллион квадратных метров жилья, и все, что касается десятого квартала, это порядка 90 тысяч квадратных метров жилья, что позволит, в принципе, немножечко улучшить ситуацию с жильем в нашем районе. Также есть огромное количество предложений по внесению изменений в генплан. Мы их проработали, подготовили, предоставили правительству нашего города с тем, чтобы сейчас получить некое обоснование наших предложений. Мы надеемся, что они все будут учтены. Это и в понтонном, и в металлострое, и в саперном. Есть ряд территорий, которые могут быть застроены с тем, чтобы там появилось именно то жилье, которое позволит разместить достаточное количество рабочей силы для вновь строящихся заводов. Это очень серьезная проблема, и ряд предприятий, уже на сегодняшний день работающих в нашем районе, обеспокоены этим. И в то же время, например, тот же джорский завод в лице своего основного акционера Газпромбанка уже сейчас готов выступить инициатором строительства жилья, и мы надеемся, что у них это скоро получится. Но, тем не менее, сейчас проектируется, и мы надеемся, что уже со следующего года начнет строительство ряда домов. Это в одном месте порядка 6 домов, в другом 9 домов, и то, что уже подтверждается проектами планировки. Мы надеемся, что все-таки заживет жилищное строительство в нашем районе, и мы начнем в том числе, посредством этого жилищного строительства, расселять наши бывшие общежития, в которых очень тяжело жить. У нас общежития уже не осталось. Мы, как вы знаете, в прошлом году фактически все приняли от дирекции по содержанию общежития, все перевели в соцнайм, и сейчас люди получили возможность оформлять эти квартиры, что-то с ними делать, либо участвовать в обмене, либо продавать. Как-то улучшая свои жилищные условия. Но это полумеры. Нам все равно придется строить жилье для расселения этих квартир. От строительства жилья, безусловно, надо переходить к одному из тоже больных вопросов, которые жители нам часто задают. Это, конечно, жилищно-коммунальное хозяйство. И прежде всего, многих сейчас интересует, в связи с прогнозами, по которым зима должна быть еще более снежная, как у нас обстоит подготовка в районе к зиме. Прежде всего, конечно, опять же, те же самые крыши. И удастся ли в этом году нормально убрать сосульки? Хотя, вспоминая прошлый год, и вспоминая, сколько раз мы не выходили на улицу и просто не спрашивали у жителей, Кулпинский район в прошлом году получал оценку, ну, как минимум, удовлетворительно от самих жителей. То есть многие говорили, что вообще великолепно. Ну, видимо, у кого-то там хорошо, совсем убирали. Кто-то говорил тройку, но все признавали, что лучше, чем в самом Петербурге. Жилищно-коммунальная сфера, она долгие годы, оставаясь без внимания, превратилась в некое такое вот подобие ужаса для населения. И каждый раз все с ужасом думают, вот сейчас придет зима, или даже осень, начнутся дожди, начнутся протечки. Мы очень серьезно в этом году готовимся к этому сезону, и многое уже удалось сделать, и еще предстоит сделать. Мы отремонтировали в этом году огромное количество кровель. Это совершенно новые материалы, новые технологии. Это так называемые температурно-влажностные режимы подкровельного пространства. К сожалению, опять же, средств для того, чтобы охватить весь жилой фонд нашего района, нам не хватило. Но основные проблемы и самые горячие проблемы нам в этом году снять удалось. Мы дополнительно получили из резерва правительства средства, буквально на днях фактически, дополнительно еще 40 миллионов, что позволит нам больше 40 кровель отремонтировать. В этом году в текущем там несколько программ было, в том числе и федеральное финансирование, и региональное финансирование. Можно четкие конкретные цифры приводить. Но я хочу сказать, что мы, надеюсь, подготовились к зиме. Сейчас мы уже ведем работы с управляющими компаниями по наличию у них достаточного количества дворников, кровельщиков. Заключаем договоры на обслуживание кровель с теми компаниями, которые их ремонтировали, чтобы они несли в рамках гарантийных своих обязательств. Сами следили в зимний период времени, как очищаются кровли. Потому что если бы они их сейчас передали в управляющую компанию, те бы их начали чистить, опять же, теми старыми технологиями... Ломами. Да, дыряя кровлю. То в следующем году вряд ли бы можно было бы этим компаниям предъявить что-то в качестве гарантийного ремонта. Сейчас же мы пошли по другому пути. Вы сделали кровлю, вы ее берете на обслуживание в зимний период времени, и в следующий год мы посмотрим. Если к весне никаких протечек, никаких проблем, значит, мы вас отпускаем с миром. Если будут проблемы, будете восстанавливать все, а потом уже только мы их отпустим. Все под жесточайшим контролем. Вы знаете, что у нас поменялось фактически все руководство в жилищной сфере. Здесь нам многие вещи удалось изменить в качественно лучшую сторону. Пришли люди, которые достаточно профессиональны в этой области, с огромным желанием работать и улучшать жилищные условия наших граждан. Ждем зимы. Я надеюсь, что опять же в этой зиме все будет хорошо. У жителей также часто достаточно задается вопрос. Жалобы приходят на уборку внутри дворовой территории. То есть, кто все-таки за это отвечает? Ну, вы знаете, что в соответствии с законом с 1 января все эти полномочия перешли в нашем районе и в ряде других районов всего 7 районов в органы местного самоуправления. То есть, ну, грубо говоря, к муниципалам. То есть, теперь все претензии по уборке внутриквартальных территорий нужно предъявлять им. Но мы не отстранились от этого процесса. Мы проверяем деятельность управляющих компаний, которые занимаются уборкой этих дворовых территорий. Мы указываем на те или иные недостатки. И очень надеемся, что те недостатки, которые показала зима этого года и то, как не всегда качественно убиралась территория внутридворовая, в этом году мы сможем также с этой ситуацией справиться. Сейчас управляющие компании, заключившие договоры с муниципальными образованиями, точно так же готовят технику для этих целей, заключая договоры с теми или иными людьми, которые будут работать. Потому что там много ручеников должно выйти, убирать снег, чистить дворовые территории. Было много нареканий. Но надеемся, что и муниципалы справятся. Но полнота ответственности сейчас лежит на них. То есть, все претензии лучше сразу перенаправлять? Я понимаю, что все претензии, да. В нашем случае, конечно, лучше нести в муниципальные советы. Но телефон дежурной службы нашего района работает. Мы также принимаем все звонки. И любые претензии по той или иной работе управляющих компаний готовы выслушивать. Дежурная служба наша уже какой год подряд становится лучше в Санкт-Петербурге? Третий год подряд мы получили звание лучшей дежурной службы среди всех районов Санкт-Петербурга. Теперь переходящий приз стал не переходящим, а поселился у нас навечно. Как у сборной Бразилии Первый Кубок Мира. Да, он наш. И я в очередной раз с пользой случаем хочу поздравить нашу дежурную службу. Они очень грамотно и качественно работают. Если говорить уже, опять же, о приятных событиях, то в этом году Колпино стало городом воинской славы. И сейчас активно идет обсуждение места, где эту столу поставить. Памятный знак. Где, по-вашему, ее стоит разместить? Вот сейчас три точки выбраны и обсуждаются активно. Это сквер на улице Красной, это сквер на улице Володарского и сквер кинотеатра Подвиг. Вот где, по-вашему, лучше? Знаете, ну, в первую очередь, я, конечно, хочу в очередной раз поздравить всех жителей города Колпино с присвоением этого звания. Это большая честь и большая ответственность теперь для нас, ныне живущих, сделать все возможное, чтобы город Колпино был действительно городом воинской славы. И, как сказал наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев, на встрече и на вручении своего указа нам тебе предстоит доказать своим трудом, своей жизнью, что мы достойны этого звания. Все, что касается места, расположения этого, этой стелы. Вот в моем представлении, конечно, сквер у кинотеатра Подвиг, вот уже ближе к Пролетарской, наверное, самое подходящее место. Все центрарные мероприятия, традиции отмечать, да, мы возлагаем венки, цветы, мы обязательно проводим митинги. И я хочу сказать, что в Колпинском районе это особое какое-то отношение к этим датам. Вот с точки зрения организационной на этом месте было бы самое удобное проводить. Заканчивается наше эфирное время. Я думаю, что сейчас впереди у нас много праздников. И самое время поздравить всех с наступающим Днем Учителя, с Днем пожилого человека. Ну, в первую очередь, конечно, хочется поздравить с наступающим праздником наших пожилых, наше старшее поколение. Мы были в прошлом году в Литве и подписывали с городом Друскенка и соглашение. И мне очень понравилось. Они называют людей пожилые, там, старики или еще что-то. У них есть хорошее такое наименование всех, кто в этой категории находится. Сеньоры. Ну, вот. И так и безобидно, интересно. Мне это понравилось. А в отношении наших людей старшего возраста, я бы, конечно, в первую очередь хотел пожелать им комфортной жизни, крепчайшего здоровья и хорошего настроения. И чтобы они всегда были рядом с нами, своим опытом с нами делились, и всем, что ими накоплено, в первую очередь, с молодежью. Потому что молодежь наша нуждается в том, чтобы их чему-то учили, хорошему. У нас очень много традиций, очень много подвигов, которые были на территории нашего района, совершены. То есть это все заслуга нашего старшего поколения. Не только военных подвигов, но и трудовых. Это все их заслуга. И мы бы очень хотели, чтобы они всегда были рядом с нами и делились своим жизненным опытом, своим примером, показывали, как нужно жить. Что касается Дня Учителя, у нас не только День Учителя, у нас еще и День, как мы называем, воспитателей наших детских садов. Он чуть раньше, чем День Учителя. Конечно, вот эта категория людей, особое к ним отношение всегда, особое какое-то их участие в нашей жизни. Мы каждый помнят свои школьные годы. Многие из нас ходили в детские сады. Конечно, очень много делается для того, чтобы жизнь этих людей стала лучше и интереснее. Какие-то реформы, мы ремонтируем школы, мы делаем территории детских садов. В этом году мы 10 площадок детских садов сделали. Мы две школы поставили на комплексный капитальный ремонт. Это, кстати, очень важно для нашего района. Не во всех районах даже по одной школе ставят на ремонт. В нашем районе в этом году мы две школы поставили, в следующем году поставим две школы на комплексный капитальный ремонт. Повысили заработную плату учителей до средней заработной платы в экономике. Я очень хочу, чтобы наши педагоги чувствовали себя комфортно, отдавая себя, чтобы их что-то получали взамен. Конечно же, крепкого здоровья, хорошего им настроения, и чтобы они всегда были такими же заботливыми с нашими детьми, как и сейчас. Конечно, всех с наступающим праздником. Спасибо, Дмитрий Аркадьевич. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был глава администрации Колпинского района Дмитрий Кобицкий. Спасибо. До свидания. Всего доброго. В студии был Артем Поттер. Смотрите нас каждый понедельник в 21 час. До свидания.